Очередной внеплановый урок. Ответ для зрителя, который скинул ссылку на робота и попросил посмотреть, разобраться с, как он написал, сможете ли вы заанимировать мою модель. Это я уже скачал. Забросим в Cinema 4D и посмотрим. Интересный концепт, но что же не так с этой моделью? Давайте будем разбираться. Уже здесь есть материалы, какая-то текстура. Сама моделька довольно-таки простенькая, собрана с примитивов. Давайте я отключу материал, нажимаю горячую клавишу N, Q и мы видим дефектный шейдинг. Вот такие подтяжки. Вот здесь у нас звезды. Вот эти звезды, когда энное количество ребер сходится в одну точку. Здесь также подтяжки. Они хорошо заметны. Ну и на протяжении всей вот этой части модели есть конкретные дефекты. Вот они. Я думаю, хорошо это все заметно. Касательно сетки. Прижимая NB, видите, что сетка очень сильно полигональная. Здесь множество-множество полигонов. Анимировать подобную вещь будет довольно сложно, если вообще возможно. Кроме того, сетка почему-то сразу же триангулирована. Работать, точнее ригать персонаж и потом настраивать весы, анимировать, когда ты имеешь сетку в треугольник, не совсем удобно. Что с этим всем можно сделать? Давайте я покажу быстренько. Итак, в первую очередь я хотел бы сетку эту сделать четырехугольную, чтобы здесь были квадратные полигоны. Для этого давайте найдем вот эту часть. Вот эта часть модели. Боди-сфера. Переходим в полигональный режим. Ctrl-A. Выделяем все вот эти полигоны. Потом вкладочка Mesh. И здесь свиток Remove. Извиняюсь, Cut. И ищем здесь команду Untriangulate. Горячее сочетание UU. Вроде бы ничего не произошло. Нам нужно перейти в атрибуты данного инструмента и повысить здесь угол. Допустим, к 60T. Опускаемся ниже. Кликаем Apply. Применить инструмент. И как видите, теперь полигончики стали прямоугольными. Да? Четырехугольники у нас. Вместо того, чтобы было. Хорошо. Но сетка все равно очень и очень плотная. Кроме того, она неправильная. Туча потяжек. Туча звезд. Давайте это исправим. Для этого нам нужно применить Remesh. Модификатор. Зажатым Alt добавляю его. Он добавляется вверху. Как материнский объект. Ну и дальше в Remesh. Здесь мы Density. Сделаем, наверное, 25%. Shading. Выставим. И симметрию по оси X. Идет вот здесь просчет. Немножечко подождем. И посмотрим на результат. Как видите, сеточка стала более предсказуемой. Более правильной. Но это еще не все. Все равно есть потяжки. Как же от этого избавиться? Я выделяю вот этот объект и подобъект. Правый клик. И команда объединить объект плюс удалить. У меня был создан единственный объект. Единый объект. И под него я хочу забросить деформатор, который называется Smoothie. Вот деформатор применил дочерним объектом. И видите, что вот эти потяжки сразу же ушли. Топология стала более-менее вменяемой. Здесь можно увеличить уровень итерации. Но это приводит к потере формы изначальной. Десяточка здесь будет вполне себе нормально выглядеть. Так, хорошо. NA. Смотрим. Вот какой хорошенький шейдинг теперь получился. Сравним с тем, что было. И с той сеткой. И то, что стало. Вот такие вещи уже можно как бы анимировать. Точнее сначала ригать. То есть добавлять кости. Потом скинить. То есть привязывать кости к геометрии. Настраивать весы. И лишь четвертым этапом у нас идет анимация. То есть не все так просто. Чтобы заанимировать данную модель, нужно пройти все эти этапы. Это занимает сравнительно много времени. Потому анимировать данную модель я не буду. Но все же, если человек обратился с просьбой, то нужно помочь. Ну и сейчас покажу, как заригать вот такой механический объект. Это не органика. То есть здесь деформации будут совсем другие. Итак, я наверное скрою объекты, которые мне мешают. Вот эту сферу скрываю. Сзади вот эту полусферу также скрываю. Оставлю вот сам каркас. Среднее колесико мышки зажал. Перехожу в вид спереди. И буду сейчас добавлять кости. Идем в вкладочку Character. И здесь у нас есть инструмент Joint Tool, который позволяет создавать кости. Кости начинаем создавать с зажатой клавишей Control. Начинаем вот здесь. Вторая вот здесь. Третья тут. В местах, где у нас должны изгибаться вот эти части механической модели. Прижимаю снова среднюю клавишу мышки. Перехожу в вид топ. То есть сверху. И им. Здесь создаю вот зажатым Control еще одну косточку. Сюда. Другую вот сюда. Нужно ориентироваться на места изгибов. Где у вас будет гнуться модель. Вот здесь на пальцах. Ну и достаточно. Все кости создавать не буду. Для демонстрации этого вполне будет хватать. А теперь давайте добавим в подчинение под эти кости. В частности, эти участки геометрии. Ну вот смотрите. Плечевая кость. Добавим сюда плечо. Кость перед плечи. Добавим сюда перед плечи. Ну и здесь, конечно же, нужно немножечко пофиксить это все. Плечем, чтобы кости находились внутри геометрии. Желательно было бы включить привязку. Привязку по точках, айджах и полигонах. Поехали. Оп. Оп. Ищем здесь, какая у нас эта рука. Левая, да? Левую руку. Или это правая? Вообще-то это левая рука, но подписано. R-Shape Arm. Открываем вот этот стек. И под плечевую косточку мы кладем плечо. Вот оно подсвечивается. Вот это у нас плечо. Кладем сюда плечо под плечевую. Вот это я схлопну. Дальше у нас эта косточка перед плечием. Давайте перед плечи найдем. Вот это оно. Kent. Kent. Следующая кость. Это кость кисти. Найдем кисть. Вот это у нас кисть. Вот эту косточку дочерним объектом. Ну и дальше давайте найдем пальцы. Не это. Да. Вот эти пальчики. Вот эти. Раз, два. И подчиняем их под определенные кости. Давайте посмотрим. Косточка. Четыре. Подчиняем. Под косточку четыре. Так. Вот она. Не то вытащил. Вот это. И следующий пальчик. Вот этот под кость пять. Иерархия готова. Ну а теперь давайте попробуем это анимировать. Выберу кость плеча. Смотрите. Переключаюсь на инструмент Rotation. Горячая клавиша R. И могу манипулировать данной конечностью. Дальше. Вот у нас перед плечи. Также. Видите. Можно двигать это все. Крутить. Это у нас так называемая FK анимация. Forward Animation. Ctrl Z, Ctrl Z. Давайте с пальчиками посмотрим. Где у нас косточка, которая изгибает пальчик. Крутим. Все загибается. Круто. Здесь. Тоже. Это самый простой способ для анимации. Подобной модели. Но данного урока не было бы, если бы я не показал что-то более прогрессивное. Давайте создадим FK, точнее IK цепь. То есть IK анимацию. Инверсную, обратную кинематику. Для этого выберем три косточки. Смотрите. Первая косточка. Дальше. Вторая косточка. И третья косточка. Вот. Этих три кости нам нужно для управления самой рукой. На первой из этих костей. Плечевая кость. Правый клик. Иду в теги для риггинга. И ищу здесь тег IK. То есть инверсная кинематика. Обратная кинематика. Дальше. Перехожу в атрибуты данного тега. И ищу параметр END. То есть конец. В конец цепи мне нужно забросить вот эту. Первая, вторая, третью кость. Вот эту косточку. Вот она. Забросил. После этого создаю контроллер. Add goal. И создаю add poll. Направляющий вектор. Смотрим, где это у меня все. Вот внизу. Вытащу это все наверх, чтобы было удобно ориентироваться. И давайте с контроллером поработаем. Где этот контроллер? И передвижение. Видите? Ручка изгибается. Именно там, где нам нужно. И взирая на то, что это механическая модель, данная конечность не деформируется так, как в органике. Да? Как кожа человека, допустим. Или конечность животного. Это важно. То есть, такой способ анимации или риггинга подходит под механические модели. Но, что я хотел бы сделать еще. Вот этот направляющий вектор, joint pole, вытащить вот сюда назад. С помощью него мы можем управлять наклоном конечности. Как правило, этот вектор направляющий должен быть сзади, напротив локтя. Ну и уже с помощью контроллера мы можем этой конечностью, как видите, вполне себе успешно управлять. Хорошо. Кстати, для этих контроллеров можно назначить какой-то объект для видимости. Допустим, это будет у нас hexagon. Увеличу в размерах, чтобы было заметно. Вот так. Можно здесь и цвет подобрать. Custom. Допустим, красный цвет. Вот, у нас готовы контроллеры. Хватаемся за контроллер и работаем. Также, что я еще рекомендую, выделить эти контроллеры. Перейти в координаты. Открыть свиток freeze transform. Зафиксировать или заморозить трансформацию. И нажать freeze all. Заморозить все координаты. Для чего это делается? Смотрите. Если я перемещу как-то контроллеры. И чтобы вернуть их в изначальную позицию, мне нужно будет нажать reset transformation. И вот эту изначальную позицию мы сейчас записали. Нажимая на freeze all. Зафиксировать. Заморозить. Первоначальную позицию. Ну, а теперь переходим вот сюда. И жмем reset transformation. И для второго контроллера так же. И как видите, все возвращается в изначальную позу. Хорошо. Теперь как же быть с пальцами? Здесь у нас тоже есть NA. Три кости. Смотрим. Первая косточка. Так, а где ты? Это кисть. Нам не интересно. Дальше. Вот эта косточка. Joint 4. Вот эта косточка. Joint 5. И последняя кость. Joint 6. Вот сейчас с ними мы будем работать. Давайте покажу вам, как это можно сделать с помощью constraints. Как делать с помощью IK-тега. Только что вы это все посмотрели. Теперь constraints. Выбираю вот эту кость. Последнюю кость. И на ее основе я создам 0 объект. Иду в character. Convert. Convert to 0. Вот эта команда. Был создан еще один контроллер. Перемещу его сюда. Дальше ищу косточку, где должен изгибаться вот этот палец. Вот эта кость. Это joint 5. Хорошо. На этот joint 5 я наброшу правым кликом tag rigging. Ищу здесь constraint. Constraint. Перехожу в этот constraint. И выставляю галочку в читбоксе напротив transform. Появляется новая вкладка трансформация. И вот здесь в пустую строчку. Цель. Target. Мне нужно забросить вот этот 0 объект, который я создавал. На основе конечной кости. Вот. Видите, что сразу же происходит. Не беда. Откреплю вот это окошко, чтобы было наглядней. Открою это все. И нам нужно поставить галочку в читбоксе сохранять оригинальные координаты. Вот здесь. Оп. Пальчик вернулся. Как видите, обратно. Хорошо. Пока что нам это окошко не нужно. Давайте посмотрим, как работает контроллер. Для контроллера также рекомендую сделать представление какое-то либо, допустим, в виде куба. Я выбрал вот этот кубик. И перемещение у нас будет работать с дефектом. Но если мы переключимся на R, то есть инструмент вращения, и будем вращать пальчик, то, как видите, все работает чудесно. Вот таким способом, с помощью Constraint и конкретно параметра Transform, мы можем также создавать контроллеры для анимации механических частей данного робота. Ctrl-Z, R и вращаем. Все чудесно работает. То же самое с предыдущей фалангой. Вот у нас одна косточка здесь, вторая косточка, сейчас покажу. Первая здесь, вторая вот здесь. По вот этой косточке мы сделаем 0 объект, а на вот эту забросим Constraint. Логика сравнительно простая. Так, ищем косточку, по которой, точнее, будем делать 0 объект. Вот эта кость. Иду в Character. И здесь Convert. И конвертирую в 0 объект. Оп, появился 0 объект. Join 5. Вынесу вверх для удобства. Вот таким образом. А теперь вот по этой косточке мы создадим связку. Это у нас кость какая? Давайте выберем. Кость 4. Правый клик. Rigging Text. И ищем здесь Constraint. В настройках Constraint я поставлю галочку в читбоксе Transform. Т.е. с трансформацией. Здесь Offset. Тик. Но пока что не трогаю. И в пустую строчку. Таргет. Таргет. Цель. Я перенесу. Join 5. Вот этот 0 объект. Как видите, опять фаланга куда-то туда вперед скакает. Не беда. Выставляем галочку напротив Original. Все. Все возвращается на круги своя. Закрываю это все. Для контроллера вот этого Join 5 сделаю представление в виде так же. Так же, так же, так же. В виде прямоугольника. Нет, давайте. Кубик. Куб. Вот так. И попробуем повращать R. Фаланга, видите, вращается. Но вторая фаланга конечная остается на месте. Как пофиксить? А очень просто. Смотрите. Вот этот контроллер. Контроллер 6 должен подчиняться контроллеру 5. Вот этому. Чтобы все хорошо работало. То есть, нам нужно просто починить его дочерним объектом. Вот так. Под низ. Хорошо. Теперь двигаем контроллером 5. И, как видите, вся фаланга у нас работает. Контроллер 6. Тоже все чудесно работает. Надеюсь, я помог разъяснить, как ригать и анимировать механические модели. Где излишняя органическая деформация неприемлемая. Ну, а вот такой способ позволяет ригать вам практически любой твердотельный объект. Конечно, есть еще и другие способы. Но о них в рамках данного обзора я рассказывать не буду, так как имею некий дефицит времени. На этом у меня все. Надеюсь на обратную связь. Лайки, комментарии. Ведь все, что я делаю, я делаю для вас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!